Оперная певица Екатерина Терентьева из Севастополя вместе с дочерью Надеждой представляет межрегиональную общественную организацию «Возрождение Москва-Севастополь». Ее цель – возрождение духовности, русских корней и искусства. И поэтому, когда певицы, коллеги из столичного отделения организации предложили принять участие в благотворительном марафоне в Сергиевом Посаде, она сразу согласилась. Наша программа называется «Фантазия на тему Чехова. Звезды на небе». Она родилась в Ялтинском доме Антона Павловича Чехова 9 лет назад. И с тех пор она сопровождает, вот меня по жизни, эта программа. Я оперная певица, но, как вы знаете, русские оперные певцы всегда, для них камерное творчество – это тоже огромная часть их жизни. Это романс, русский романс. И романс чеховской поры, вот та эпоха начала XX века, все это как-то у меня связалось с творчеством Антона Павловича Чехова. И эту программу хорошо знают в Севастополе. Когда вышел диск чеховской программы из Донецкой области, ко мне обратились люди, это футболисты, это люди-инболиты. И они меня просто в интернете нашли и думали, что я мощный предприниматель, бизнесмен, ну таким буду, конечно. И когда они обратились, чем вы можете реально помочь, я им послала вот эту, дисков из Дании. И они мне из Северодонецка прислали. Даже так, что я понимаю, что жизнь людей, полноценная жизнь людей с ограниченными возможностями – это наш долг создать им нормальные человеческие условия. В самом начале проекта у нас были сомнения, мы не знали, получится или нет, и искали дорогу на ощупь. И вдруг со всех сторон к нам потянулись руки помощи. И география этого благотворительного марафона удивительная, поскольку на зов о помощи откликнулись не только наши муниципальные учреждения, но и наши друзья из Севастополя. Реабилитационный центр поддержки детей с инвалидностью «Время надежды» в нашем городе называют уникальным. Но, к сожалению, до настоящего времени так и не решен вопрос с попечительским советом центра. На постоянной основе центру никто не помогает. Его существование, в прямом смысле слова, зависит от каждого из жителей. На сегодняшний день мы нуждаемся в помощи на содержании нашего центра. Там реабилитационное оборудование, которое мы, не имея веру и усилиями, закупили. Нам спонсоры помогли, фонды. Мы делаем огромную общественную работу. Мы добиваемся, что наши дети такие же граждане нашего общества. И они достойны посещать детский сад, школы, наряду с нашими обычными детьми. Поэтому сегодня в рамках нашего благотворительного проекта я пришла сюда сказать вам, что вы также можете быть благотворителями. Благотворительный марафон в Сергиевом Посаде идет уже вторую неделю. Этот концерт – еще одна из возможностей помочь особенным детям. Петь я стала сравнить недавно, чуть больше полугода назад, но, в общем, развиваясь в этом направлении. Русская культура – это великая культура. Нас узнают по всему миру благодаря ей. Я считаю, что нужно это нести в массы. Оперная певица Екатерина Терентьева считает милосердие одной из главных черт русского характера. Она надеется на дальнейшее сотрудничество с Сергиевым Посадом. И в знак своей признательности она подарила нашему городу книгу воспоминаний «Театр памяти моей». Мы очень благодарны всем муниципальным учреждениям, частным проектам, которые откликнулись на инициативу общественной палаты. И уже сегодня можно сказать, что наша идея оправдалась, потому что сборы удаются. Пусть они сейчас еще не такие большие, но работают два благотворительных номера. Ну и вообще, знаете, в таких ведь проектах главное все-таки не сумма. Не надо сводить все к деньгам. Главное то, что происходит с самими людьми, что происходит в душе. На сегодняшний день около ста с лишним тысяч по смс-сообщениям, там 10 с небольшим. И так как прошли очень большие мероприятия на площадках нашего города, удалось собрать такую сумму благодаря неравнодушным людям, которые просто подходили и давали деньги в руки, клали в ящичек. Мы все говорим огромное спасибо от нас, родителей, от наших детей.